всем привет по мне сложно заметить но на самом деле эту жизнь я живу уже 21 год почти 22 и вот уже год из этих почти 22 я проживаю в тик токе они в жизни проживаю и охереваю иногда мне кажется что люди снимающие видео в тик ток слишком умные для этого мира именно поэтому моих видео в тик токе нет но они есть пару штук на самом деле лучше бы их не было потому что они слишком не гениальные для этой платформы и сегодня мы в этом убедимся на протяжении нескольких месяцев я сохраняла гениальные тик токи гениальных людей чтобы сегодня повторить их с человеком который ничего не умеет делать это я и с человеком который ненавидит тик ток мне показалось что это будет очень круто потому что максимлин ничем не удивишь а эти тик токи он не знает точно а вообще помимо тик ток он знает вообще все даже английский кстати насчет english language я его тоже чуть-чуть знаю и продолжаю узнавать благодаря школе английского языка skyeng but this but this shelf is not yours полка не твоя 500 но это сотни 500000 так можно говорить и сейчас для вас будет лайфхак как заставить меня завидовать вам расскажу вам как повысить свои оценки за четверть минимум на один балл и не только по английскому у скаленко еще есть классная онлайн школа для школьников sky smart который учит английскому и математике и я сама там прошла уроки по английскому и по математике чтобы все проверить и теперь могу с уверенностью вам сказать что это было соукул потому рекомендую вам идти туда учиться тем более если вы хотите прокачаться в этих предметах мои молодые школьные годы sky smart еще не было а вам очень повезло короче если вам нужно подготовиться к экзамену контрольные исправить оценки или просто сделать и разобрать домашку вам там со всем этим помогут еще и в интересной форме и в очень френдли обстановке потому что учителя там общаются с учениками как друзья love yourself the best advice i don't know bad hair good hair big ass i'm sorry i love big ass и в sky smart постоянно придумывают кучу классных штук например там есть математическая лаборатория а еще английские разговорные клубы звучит очень стрёмно и устрашающе но на самом деле это классная вещь там вы занимаетесь с учителем в группах по 8 человек и группы эти можно выбрать под свой уровень и там вы можете свободно болтать на своем английском не стесняясь даже если он у вас тоже на минусовом уровне как мой это помогает преодолеть языковой барьер и возможно даже обрести новых друзей видали сколько плюшек а еще есть очень крутое и удобное приложение на телефон чтобы учить в нем слова и делать домашку 10 минут в день в течение месяца и ваш словарный запас будет very big и для всех новых учеников sky smart сейчас дарит промокод смайл на два урока в подарок при покупке курса промокод действует как на английский так и на математику и плюс к этому вы еще получите разговорные и логические клубы а ссылки уже в описании все ты учиться любишь а мел тебе нравится мел мел есть а есть не не ел в тик токе очень много едят а мел едят больше всего в тик токе чтобы кости были целее для этого едят мел или чтобы набрать много просмотров на каком-то дерьме это суфле спелая вишня итак вот такая вот подушечка так это все-таки суфле ну и в общем они хрустят много кто хрустит мелом я никогда его не ела я видел как его едят у меня и я все-таки пьё называют это суфле звучит как что-то съедобное сладкое вкусное ну на ну на прям как из макдональдса а почему одним куском положили а как мы будем с одного куска жрать что мы будем резать как истинный гурман ну чё жду не дождусь когда мы это попробуем но его едят из-за вкуса или же из-за его пользы если такова имеется я не знаю но им хрустят так вкусно я представляю что это чипсики или какие-то конфетки когда вижу у меня аж прям слюнет даже вот давай попробуем и вон там есть маленький кусочек мы его сейчас сломаем на две части а мы тогда не похрустим я знаю как мы будем резать как истинный гурман о а почему не разбился а пакет разбился вот до хрена маленьких кусочков которые мне теперь предстоит убирать можно брать бери вот тапочка готов а я нет ты как камень нет а ты ничего не чувствуем какое-то говно я пожалуй закончу дегустирование а где у тебя? Engelok а вот и вот видела ааааа ты его не откутил что я? откутилась я уже поглотил саняя сдохнет а? а вы не заглотали? нет даа хехехехехехе в смысле его надо в блевать? да хахаха хари а зачем тогда если это не глотать или чего это нужно? ну типа у них такие названия есть как их типа шоколадные какие то есть крутая диетическая штучка получается То есть нужно представлять что-то вкусное, да, пока ешь? Нет, я думала, что вкус будет вкусный, пока ешь. Но так до этого не произошло. А есть еще попкорн, видишь? Не хочу видеть. Придется еще и сожрать. Попкорн. Так знаете, что-то выплевывает. Вдруг этот захочется проглотить. А куда плевать? Чуть-чуть пахнет кукурузинкой. У меня у морских свинок корм пахнет похоже. Хорошая ассоциация. А куда плевать-то? Давай, пакет. Что ты можешь сказать? Похоже на камень. На камень обычный. Возьмите во дворе камень где-нибудь. Идите и пожуйте. Ну нет, жевать не надо. Это как будто бетон. Был ремонт недавно у мамы в комнате. Шпаклевка. Нахуй, это есть. Давай загуглим. Злоупотребление кальция может привести к тяжелейшим нарушениям образованию в организме камней. То есть мы едим камни, чтобы у нас образовались камни. Интересная механика. Кальций усваивается только в том случае, когда он попадает в организм с дополнительными способствующими веществами. Короче, все, возможно мы сдохнем, правда. Давай попробуем глину. Ну давай. Ну остальные выглядят в принципе одинаково, а вот желтая глина... Это не надо так делать. Я уже проверила, что так-так. А вот это, кстати, сложнее сломать. Он такой более... Ну, я не знаю. А глина же... Она же... Она же... Чего? М-м-м... Хочешь, визни. Я уже понял. Нет. Нет. Солененько. М-м-м. Давай пакет. Да, ловно было нормально получиться. Мы должны были кайфануть. Ты виделась, какими ощущениями она это ела? То есть ты думаешь, она получала удовольствие? Понятное дело, чтобы был какой-то подвоз. Вот здесь точно был какой-то подвоз. Я думала, это будет вкусно, как чипсики или конфетки. Давай следующий лайфхак. Есть еще кое-что. Это мне очень нравится, но возможно мы это никогда не сможем сделать. Что это? Круто. Мило? Ага. Как они это сделали? Не знаю. Суть в том, что мы его просто сломаем. Я специально купила вот. Гуччи Блум. Бужи эсфак. Это что? Что это такое? Это Гуччи мыло. Я подумала, что такое точно не ломали. Тысяча рублей. Угу. А может руки сметала полонка тебе? Тысяча рублей. Да на рынке за двадцатку. Взяли бы килограмм мыла. Смотрите, богато как выглядит. Ломать мы будем сегодня Гуччи мыло. Потрогай. Круто. Ты чувствуешь это? Потраченные тысячи рублей? Да. Когда предстоит ломать мыло за тысячи рублей. Я думаю, что нужно отрезать лицо мылу, выковырить внутренности, засыпать крахмал, оставить только тонкие... Оставить только тонкие стенки этого мыла, чтобы смочь его сломать. А зачем его смочить? Надо сказать, смочь. У меня есть нож. И пышечка. Крахмальчик. Я боюсь. И я тоже. Можешь снимать это? А то вдруг я вскроюсь, и мы это не запечатлели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты тоже это видишь? Да. А что? Оно ломается. Но это нужно супер тонкий слой срезать. Да насрать, хоть какой. Главное сейчас не срезать слой кожи. Я себе проткнула руку. Все! Кловь! Где? Вот. Ой, порезалась? А ты что, это не снял? Ну я снял, что-то там получилось, не знаю. Вот так вот, детишки, лайфхаки, особенно из тиктока, могут быть смертельные опаски. Ну вот. Ковыряй. Что, такое даже недостаточно? Ну ты сможешь сломать мыло такое? А, вот оно что. А ты что думал, зачем? Не знаю, я вообще не думал. Какую-то херню делаю. Мам! Что? Этого не было. Ты взяла и пробила дно. Ты взяла и пробила дно. Видишь, что произошло? А как мы крахмал сыпать будем? Вот так вот мы наложили. Положили. У тебя крышка, конечно, сломанная, выглядит уже не так эстетично. Зато написано Гуччи. Теперь так написано Гуччи с одной Си. Это ПАЛЬ. О, Сарик, как эстетично. Поставь эстетичную музыку сюда. Готово? Нет. Получилось АСМРно. Вкусный звук. Вкусные руки. На самом деле воняет как будто очень большая концентрация бабушек в автобусе. В автобусе с духами. Чувствуешь? Да. Надушенные бабушки в автобусе. Очень много штук. Лайфхак? Удался? Да это не лайфхак. А что? Это АСМР. Тогда АСМР удался? Следующий лайфхак. Мелом похрустели? Мелом похрустели. А сейчас похрустим костями. Знали ли вы, что если поднять две руки вверх, затем одну разместить горизонтально и двинуть два раза плечом назад, то эта рука станет гораздо длиннее? Покажите это видео друзьям. Смогут ли они... Ты не удивился? Нет. Какого? Просто мы ее растянули и она стала выше. Давай попробуем, а потом будем пиздеть. В смысле растянули? У меня ноги на растяжке длиннее не становятся. Ты проверяла? Нет. Вот две руки, да? Ага. Потом одну так сделала. Не работает. Теперь одну руку. Так. Почувствуй лопатки. Не, ты видишь? Вы видите? Она длиннее. Я не могу дотянуться второй рукой. А, могу. Ну, так я об этом говорю. Ладно, сейчас по харду. Обосрешься сейчас. Точно уже. Ты когда-нибудь сломал яблоки? Нет. А кости? Нет. Я тоже. Возможно, это будет наш первый раз. То есть это мы укрепили кости мелом. А теперь попытаемся сломать яблоко. Либо кость. Я купила разных сортов. Как и мел. Вот такие. Угу. Чё говорят? Вот смотри, а тут рецептик же. Киселец яблок. На крахмале. Это лайфхак от крахмала. Я не на языке всех. Ты любишь? Можешь не отвечать? Блин. Я не могу. О, мой бог. Вот яблочко. Всё, давай. Всё, давай. Я не могу. Ой, не хочу ничего, уже не ужочится, что-то можно заканчивать. А вы представляете, что мы... Выбью мозги последние. Давай я буду снимать, а ты будешь пробовать. Давай. Буду испытывать этот палец, потому что он у меня самый рабочий. Настолько рабочий, что у меня уже дважды с мясом отрывался ноготь. О-па. Сейчас будет трижды. Вот так или вот так? А как сломать палец проще, интересно? Блин, это надо мне разозлиться. Выглядит интеллектуально. А лоб-то красный уже. Да? Видишь? Леш! Леша! У меня лоб красный. Ну да, а что? Можешь, пожалуйста, разбить? Давай я. Давай я. Леш, давай я. Сейчас покажу, как это делает. Смотри, как это делает. Подожди, подожди. Нет, это же не надо снимать. Есть кое-что, что у нас получится точно, наверное. Это что было? И у нас есть насос с того самого видео. И у нас есть гуашь. С того самого магазина. Я вот тут краски, вот тут краски, Макс. Ой. А! О-о-о-о. Пердит. А как мы его завяжем? Все. А как мы его завяжем? Ты умеешь? Нет. Я тоже. А сейчас мы, может быть, утопим телефон мой, да? Да, я так уже сделал. Я даже в озеро клал свой. Да? Да. Проченье? Ну, мыло Гуччи мы уже сломали. Сломаемый айфон. Да, не бойся, ничего не будет, я так делаю. Я сто раз так делал. Ой, что-то я подсказываю, что сейчас тут нахер все разлетится. А как это будет видно, думаешь? Не хуй. Мне кажется, видно вообще не будет. Макс! Давай. У меня телефон тонет. Давай! 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 Дорожаешь? У меня телефон захлебывается. Дорожаешься. Дорожаешься. Да у меня телефон сейчас захлебнется. Ой, не утонет. Мы зря телефон удопили, что ли? А попробую так вот выдавить. Эстетика тиктока. О, пошло. Красиво? Ребята, у меня нет айфона теперь, походу. Так как этот мем. Ты эстетика и моя жизнь. Записалась, короче, как вот так. Ну как это возможно, Макс? Ну как это возможно? У меня телефон такой звук издал, как будто захлебывается водой. Динамики просто пердят после воды. Сейчас я покажу вам, как пукает мой телефон. Слышали? Пердеж. Айфоний. Да это сейчас временно пройдет. У меня тоже так было. Пока ты не поменял айфон. Я уже не уверена, что у нас это получится. Но я когда увидела этот тикток, я понимала, что я мечтаю это повторить, потому что это просто фантастически выглядит. Ты видишь это? Ты видишь это? У нас это не получится. Нет. Я оставила четырех детей как минимум без бус и браслетов. Я купила четыре набора для бус и браслетов. Давай. Подружки, рукодельницы. Если бы у меня был ребенок, у меня было ничего бы не было. Я так и думал. А я нет. Ура! Это проверка лайфхака. У нас не получится. С богом давай. С тиктокерским. Войми эстетики. Давай, 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 давай. Что ты писал? Не надо. Как? Как? Макс? Смотри зато, как красиво. Лайфхак удался. Вода, это не наша стихия, как оказалось. Но есть еще стихия огня. Есть такой тикток крутой. Я тоже, когда его увидела, подумала, фантастика. Ну это, это чудо. Ну чудо. Чудо? Обычная физика. Вывод. Не учите физику. Это что? А, я думала, ты удивляешься, отодеваешь. Это свечки из Зары за 1700. Ой, 1200. Но все равно до хера. Смотрите, как мило. Красивый ангелочек. Сейчас мы его сожжем. А что делать надо? Теперь тушить. Такой больше не... У меня ноготь подгорел. У меня подгорел ноготь. Так пахнет горелый ангел. Или ноготь. Давай ты. Давай я. Только если у меня подгорел ноготь, то у тебя может подгореть парень. Только мне подгорит жопа сейчас. Да не получилось опять. Кого-то это удивило? Может быть. Это... Става, а что это такое? Это мы искупали телефон. Не можем видеть такого. Смотрите-ка! Какая-то штучка появилась. Этого не было. Это битый пиксель. Он теперь у меня вот везде. Ой, мне тут 20-го числа в 2 часа психолог написано. Вот буду обсуждать с ним проблему. Сломанного айфона. Может быть пройдет? Вот нам смешно, а телефончик-то реально умер. Он полностью сдох. Пришлось его отвозить в сервис. Его там разобрали и сказали, что произошло короткое замыкание. А потом пришлось платить денег много, чтобы его вывели из состояния комы. Тик-ток ломает не только психику, но и телефоны. А еще у меня есть такой тик-ток. Для этого нам понадобится один толстый и адекватный кот. У нас есть только толстый. Тигра в прошлый раз, когда мы были в Питере, он на меня напал. И у меня теперь шрамы остались. И он напал на мою ногу. Такие шрамы. Возможно, мы сейчас сдохнем. Стигеры это сейчас не будет работать. Что они в так, как кто это делает. С Богом. Чокнутый, сука. Бля, ты сумасшедший. Вот еще такое есть. Не с котом, конечно, но тоже страшно. Может, это получится. Ну, ничего сложного. Просто тихонечко. Сейчас точно получится. Видишь, уже как хорошо было. Почти сделали. Ой, ребята, господи. Ну, пусть получится, пожалуйста. Кто-нибудь, давайте кулаки держать все. Получилось? Это все, на что мы были способны. Это получается у нас лучше. Что мы имеем? Ни хера. Мы не имеем теперь телефона. Мы не имеем сна сегодня, потому что уже 2 часа ночи. Имеем понимание о том, что мы слишком тупые для ТикТока. Для жизни, может быть, тоже. Спасибо вам огромное за просмотр. Веру в нас. Какую веру? Мы вас безумно любим. Целуем, обнимаем. Всем пока-пока. Синяя линия уже прошла? Синяя линия уже прошла? Субтитры сделал DimaTorzok